Приветствую вас. Давайте разберем ваши вопросы сейчас. Итак, у меня такая ситуация. Замуж 23 года, вышли замуж 15 лет. Патолирую, как мне казалось, по большой любви. Ну, смотрите, в 15 лет, конечно, вы были крайне не зрелым, а еще человеком. Да, не сформировался личностью, вот, и женщиной еще также. Вот, значит, далее вы пишете, опять же, здесь вопрос, почему вы, как бы, вышли замуж, да, в таком возрасте, только по солотку, только ради ребенка. Ну, старший на 2 года, после рождения ребенка, страшно влюбилась в другого, меня прям пришло от страсти к нему. Ну, я думаю, что тут нужно разбираться, когда ребенка родился, вот. Когда он родился, значит, как именно, вот, ну, случилось то, что вы влюбились в другого. Вот, и с чем эта влюбленность связана? Потому что у вас это похоже больше на зависимость от человека. к, к, ну, к сожалению. Вот. А не на любовь. Вот. А, собственно, вы там пишите, что, у вас именно, что он завидает. Вот. Это, вот, вследствие того, что вы вышли замуж рано и, соответственно, не успели сформироваться там. А, ваш муж не обращает вас, он является вашим продолжением, вот, не является вашим дополнением. Так, значит, мой ровесник был всякий, такой, от которого мы разносили крышу, полное слияние. Ну, то, что вам сейчас, я так понимаю, 38 лет, а, это, ну, сколько вам было тогда. Теперь это не важно. В прошло время он женился, у него родилось трое детей, и мне, за это время, будучи все еще замужем, у него женилось несколько любого, у него родилось пять детей. То есть, странно, взять мужа, он ждет у меня пунктик. То есть, иметь любовников – это не пунктик, и это не обесценивает заслуг вашего мужа перед вами и вашей семьей, это не обесценивает вашей семье наличие любовников, а вот отношения с этим человеком, с первым любовником обесценивают. Если я правильно вас понял. Дальше мы, наверное, встретились с тем самым первым любовником, когда опять понеслось. Меня удивляет факт, что мы с ним легко и хорошо. Ну, это, может быть, как, действительно, раскрывающий вас человек, а, с другой стороны, это, может быть, на контрасте смутит. То есть, как олицетворение всего свободного, всего естественного, что в вас есть. Как будто мы созданы друг для друга. Ну, это идеализация в некоторых смысле. С ним я чувствую себя женщиной. Ну, у меня возникает вопрос, да, а почему вы не чувствуете себя женщиной сами? Сами. Сами? Всегда. Постоянно. Почему? То есть, здесь есть какие-то сложности, здесь есть какие-то трудности для вас или как? То есть, вы чувствуете себя с кем-то женщиной, а с кем-то не чувствуете себя женщиной. Ну, мне удивительно, что вы текаетесь к любовнику, точнее, любовникам и раздражаетесь от взаимодействия с мужем. Потому что, ну, получается-то, пока что вас определяют мужчины. Понимаете? Какая штука? А, вот. И, собственно, в такой ситуации нет ничего удивительного о том, что вы так вот, ну, зависимо от человек, что вы первого человека, что вы от остальных любовников. В смысле все по-другому. В смысле у меня такой числ, будто я его носил. С этим надо разобраться по подробнее, о чем идет речь, как это все происходит. Вполне вероятно, что речь идет о не совсем адекватной для вас женской роли. То есть, муж, например, пассивный достаточно, вот, а вы, соответственно, хотели бы, чтобы он был более активным. Вот, и, соответственно, вам это не нравится. Из-за этого это ощущение, что вы его насилуете, а это, в свою очередь, создает ощущение, что вы нежеланны. Что, в свою очередь, вызывает отображение. Ну, это, опять же, только как вариант. Как вариант. Вот. Вот. Я не берусь удовольствовать от этого наверняка. Дальше. Эмм, так, значит, ты можешь все делать как надо, если мы с этим оргазмом, со стороны не хватает той близости. Секс, мужчин, вызывает вам не раздражение. Ну, смотрите. С одной стороны, эээ, есть на это причины, с другой стороны, вот, эээ, сама идея близости, эээ, о которой вы говорите, эээ, вызывает интерес. В том смысле, да, ну, вот, эээ, ну, вызывает интерес, эээ, в том смысле, эээ, что не идеализируется ли вы, не идеализируется ли вы ее, ее, эээ, вот. То есть, не идеализируется ли вы близость, эээ, потому что вы хотите, эээ, быть, эээ, в близости с кем-то. То есть, вы тут говорите про, эээ, может быть, свои собственные желания какие-то, да? Тогда вы говорите, может быть, эээ, про свои собственные потребности, эээ, вот, вы, может быть, говорите здесь про что-то, эээ, что нужно вам. Тогда близость принимает совсем иной, наоборот. Дальше, эээ, ну, и, соответственно, с мужем отношения нужно гармонизировать, чтобы у вас не было потребностей в других мужчинах. Эээ, так вот, после будущих встреч с любовником я забеременелась. Ну, опять же, да, смотрите, вряд ли вы забеременели, прям, ну, прям, случайно. То есть, я не в том смысле, что вы этого не знали. В этом смысле, скорее, что занимаясь сектором с любовником, но вряд ли вы, вряд ли вы не догадывались, вот, что можете забеременеть, вот. И, соответственно, возникает, ну, невольный, невольный вопрос в таком случае возникает. Насколько вы, эээ, знали, насколько вы, эээ, были, эээ, готовы к тому, что, ну, можете, вот, забеременеть, да, насколько вы, эээ, были готовы, там, к тому, что, эээ, могли, там, ну, вот, получить, получить ребёнка, скажем так. Вот, опять же, мне кажется, что, эээ, тут вы по какой-то причине, эээ, игнорировали, эээ, вот эти вот возможные последствия. Нет, я сейчас, опять же, не обвиняю, я, эээ, пытаюсь, эээ, просто, вот, в этой, в этой ситуации, условно говоря, разобраться. Вот, эээ, и донести до вас, эээ, свою какую-то, какую-то, вот, эээ, мысль. Дальше. Значит, эээ, любовник сказал раньше, я срылся и брала ребёнку. Опять же, с чего испугалась? С чего испугалась? По факту здесь идёт о ответственности. О личной ответственности за то, что вы делаете. После этого запретила себе с ним встречаться. Ну, эээ, вы не обижайтесь, эээ, пожалуйста, не обижайтесь, но, эээ, это очень, я бы сказал, эээ, негативное, очень недрелое, эээ, недрелое, очень, на отношение, к, к себе. А вот, эээ, к себе, ну, к вам, именно к вам, это очень, эээ, неврелое отношение. А вот, эээ, потому что, эээ, вы не можете, эээ, вот, ну, просто все, да, и, эээ, запретить, запретить, ээээ, себе. А, эээ, там, что-то делать или, эээ, чего-то не делать. А, вот, вы сделаете это, эээ, в любом, эээ, случае, эээ, вот, потому что, вам этого, ну, хочется, вам этого, вам это, ну, вам это, ну, вам это нужно. Вот. Понимаете, да? О, о чем, о чем идет прежде. Дальше. А, эээ, после я узнала, что у него, если вы, наверное, у вас четвертого, это было больно, но я поняла эту девушку, как свою, и стало для него крестным. А, а чем это было больно, для вас, опять, ну, вот, вопрос, чем это, для вас, эээ, было больно, вот, конкретно, для вас. В чем здесь, эээ, ну, выражается, проявляет в себя болезненность, вот, ну, вот эта болезнь. На мой взгляд, это очень, эээ, очень важный момент, на мой взгляд, эээ, с ним нужно разобраться, его нужно поисследовать, вот. Потому что, ну, пока что, ситуация такова, что, что человек, эээ, вроде бы как, и, эээ, вам, да, не принадлежит. И, в то же время, эээ, вы его, и, ну, отпустите, вроде как, эээ, тоже мне, так, не готовы. Вот. То есть, получается, вот, эээ, такая неопределенность. Неопределенность выбора, неопределенность, эээ, ну, ваших действий. Неопределенность, эээ, вашей позиции, что ли, я бы так сказал. Дальше. Эээ, так, ну, значит, я поняла, это потому, что он сказал, что, эээ, не жена имела меня, потому что, хотя мало ли, что он хотел или не хотел. У меня без факта, он меня цепляет. Ну, цепляет он вас, потому что вы всего-то хотите, потому он вас и цепляет. Это нормально, если бы, если бы, эээ, если бы вы не отяготели, к, эээ, ну, к тем или иным, эээ, если бы не было у вас тех или иных, эээ, скажем так, ну, потребностей, вот, то и цепляет бы человек вас. ничем бы не мог. А БЭК, да, он вас цепляет, но вопрос здесь заключается в том, за счет чего он вас цепляет. Да? Вот, то есть это нужно, по сути делу, поискледовать, по сути делу, за что? Человек вас цепляет, чем? Человек вас цепляет, не за что, а чем? Человек вас цепляет. Вот, и, как бы, вот, соответственно, там, являются здесь ключики, ключики, мамы, пумы. Да, вас это убьют, вас это убьют, я понимаю, потому что это создаёт у вас ощущение незащищенности, создаёт у вас ощущение того, что, ну, вот вы в таком, ну, в подвешенном таком состоянии находите, но ссылки от этого не меняются. Дальше. Мне обидится, что факт наличия движения в его положительной обесценивают заслуги моего мужа передо мной. Ну, здесь я бы вам, наверное, сказал бы так, что как таковых заслуг, ну, вот заслуг вашего мужа как таковых перед вами, наверное, нет. Потому что семья все-таки это не история про, ну, это не история про заслуги, это история больше про более искренние, взаимоотношения, скорее так, вот, ни в коем случае это не про заслуги, заслуги это всё-таки некоторых условностей. Дальше. Обесценивать мою семью для меня. Ну, надо сказать, что вы её сами обесценили, когда вышли замуж. В какой-то степени вы пренебрегли своими чувствами, пренебрегли своими, ну, своими желаниями, вот, пренебрегли своей свободой, вот, Своими потребностями тоже, к сожалению, пренебрегли, вот, и в общем и целом, как, ну, вот, в общем и целом, как факт, как итог, как итог. А это привело к тому, что другой человек может, другой человек может быть финиш, вот, семью для вас. Вот. Дальше. А, значит, у меня, так, у меня бесцветок, я теряю контроль над собой, я хочу бежать к нему и забегать, а потом ему зову. Ну, это опять же вопрос, это к тому, как вы относитесь к своим, ну, потребностям. Как вы относитесь к тому, чего, чего вам хочется. Вот. Что-то больше вот к этому вопросу. Что вам нужно. Понимаете? Какая штука. Вот. Не к вопросу о том, что вы боитесь, там, контроль потерять, что ли что-то еще. Хотя, хотя, я уверен, что это тоже. Но, мне думается, что, ну, в меньшей, в меньшей степени, в степени. Гарад. Гарад в меньшей степени. Вот. Дальше. А, главное, я, пацаны, мы славы, если смотка не подходи, то в том случае, когда будет смотно шкуру волк. Ну, это игра. Это игра. Выиграют в игру. Это что-то выиграют. Так, у пацаны, я не следи среди волка, и меня это бесцветок, что я жду его. Ну, не разобраться с тем, чего вы хотите. На месте я хочу быть с ним. Как от этого избавиться? Поработать с вашими чувствами. Чувствово. По идее, глупый вопрос. Нет, не глупый вопрос. Не глупый вопрос, нет. Вам нужна психотерапия. И обязательно гармонизация отношений с мужем. Или какая-то позиция, разбор. Возможно, совместная с ним консультация. Не по поводу любовника, конечно, но по поводу тех трудностей, что между вами есть. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.